Подъезжаем к Викинг Вилла. Машина вот там дальше. Почему? А мы тогда это здесь на парке оставляли? Сюда, по-моему, заезжали. Потому что там заезжали, да. Вон там, возле этого самолета. Народу здесь реально. Это 20 километров от Таллина, недалеко. Сюда часто возят туристов. И поэтому тут такое место. Главная машина – эстонские номера. Эстонские, финские. Все. Да, эстонско-финские номера. В российских нет. Очень редко. Банька уже купится. И начинается деревня. Вот здесь сколько народу. Здесь я фоткалась. там колодец. Вот эти деревья, которые вверх тормашками – это показатель силы. Короче, как бы, ну, силы. То, что люди сильные в этой деревне. Вот, как бы, для чужаков. Предупреждения вот такое. Здесь я тоже фоткалась. Там колодец. И вон там, там, пищенки курят. Погода хорошая после дождя. Классная. Это как жернова. Это все здесь, как под старину. Так красиво. Такая атмосфера. Здесь вот написано. Диким Кюла. Проход сюда бесплатный. Но покушать вот так вот, как бы, на природе. Там ресторанчик здесь такой есть. Все в традиционном, старом стиле. Это платно. Здесь вы можете сами себе пожарить рыбку. Вот, пожалуйста. Здесь все есть. Топорик. Все на свете. Вот там вот можете поймать форельку. Сейчас мы туда еще дойдем. Кто помнит такие лампы? Это вечером зажигается пакет. Здесь огонь стоит. Вот там вот тоже вот так вот. Вечером здесь по-другому. Вот это вот еще ступер вот такая для огня специально. Дальше что? Здесь написано, куда что идти. Указатели. Вон еще для детей тут. Тоже прикольная сейчас. Она очень большая. Я сейчас пройду тут пол деревни. Сейчас покажу вам. Это какой-то местный атрибут. Здесь у меня фотка есть. Я фоткалась. Обычно тут можно еще цветы сажать. Здесь они цветы сажают. Такая вот крыша. Самая умная. Традиционная. Это я еще не была в Абаихе музей. Музей под открытым небом называется. Вот там все вот эти вот постройки. Как строилась вот Эстония. Как они начинали жить. Раболовецкие. Там все-все вот это вот показано. Музей очень интересный и красивый. Не такие как вы привыкли к музеям. Как бы все скучно. Не интересно. Наоборот. Наоборот. Ребят. Так интересно. Все это как бы показывается наглядно. То что морской музей. То что Баба Иха Мьюзиум. Очень-очень классно. Вот такая вот атмосфера. Вот там вот тележка. Видите? Там где цветочки. То что мы подходили сейчас к пустой тележке. И вот там. Здесь вот такие вот отрибуты. Там сварился швачок. Здесь можно поднять руки. У меня тоже фотка. Видли? Морики дали. Все это работает. Вот такие водопроводные занятия. Тут меню. Все закрыто. Мешковина. И там мешковина. Тут написано в нем обычный. Дальше что еще. А там для деток качели маленькие. Здесь люди отдыхают. Там традиционные супы. Тоже вкусненько такое. Вот это для деток кататься. Открыто с 11 до 22. А вот то что говорили мне. Он говорит ты где? Это закон для дичи. Да это закон. Ребенок с роликом сидит. Великий. Водка здесь такая старая. И вот я туда вот ходила к барашкам. Затем с делай. Я не ошибаюсь. Вот так вот. Товарищи может. Катя. Привед. Дальше тоже, не знаю почему у этого парашки порвано вымя. Что порвало, как, что, собака, либо волк, маленький козленочек какой-то. Мурашки пошли в сердце, обрываются, вот, здесь тоже, я говорю, деревня очень большая, там еще дальше идти, здесь так классно, такой отдых классный, все, объятия я просто хочу так много показать, все вам объединить, это просто нереально, и, возможно, дым немного классненько идет у вас, такая, просто такая атмосфера. люди просто живут и отдыхают. Такой вот отдых с ними, мальчишки играются. тут речь слышна сразу русская, финская и эстонская. А, английский еще там, семья отдыхает, по-английски говорят. здесь вот такой вот форелькин дом, здесь можно половить по старинке, по старинке форель. вот так и мальчишки. как на палке. что поймал? весел? здесь дорогая форель. ее проще в магазине купить. там на сайте, на этой деревне надо посмотреть, почему форель помните, что это очень дорого было, да? там весело, вот так и не было. где фореля много. Там дальше тропинка, вроде, сгора-то, где-то. Тоже туда, в деревню, уходит, тропинок много. Вот такая вот красота на такой интересный семейный отдых. Там форели прескаются, уже штуки две поймали. Мужики такие большие, форелиные. Сейчас повезет и увидим. Опа, весь готов. Пошла? Вон какая там плескается, форылина большая. Вон она, сорвалась наверное. Тащит, тащит. Тащит, тащит. Сколько стоит? Ого, ого. Отсохлась. Давай, давай, давай. Идет, идет, идет. Ага. Вот сейчас какая большая форель. Как же поймать? Ай, не нырмитесь туда за ней. Вот, вот она, вот она. Ух ты какая она. Видите какая большая? Есть. Готово. Смотри какая большая форелька. И отцепилась, смотри. Красивая. Ну все. Еще одну надо. А, еще одну. Вот люди пошли кушать форельку. Вон там она опять не стоит. Классно. Костик не едет, да? Да. Сразу же закинул. И сразу же вон она. Еще, еще, еще. Ага. Быстрееей. Только не нырните за ней. Покрупнее вот эта, которую вытащили? Да. Ага. Но она сильнее. А эта отцепилась уже. Иди сюда. Где она? Куда. Она наверное в эти уходят? В кусты. Вон она. Угу. Вот, вот, вот она. Иди сюда. Заплавалась дурочка. Вот, вот, вот она. Вот она. Да. Да, это здоровая какая-то. Смотри как. Давай, давай. Иди сюда. Встала. Ага. Встала я такую. В воздуха классная. Воздух. Где она? Вон она. Гуляет. Нет, 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 нет. Еще, еще. Чуть-чуть поближе. Вот, вот, вот. Готово. Готово. Хитрая? Не знаю, что тут хотя бы. Тебе съедят сейчас лапочки. Есть. Вот. О, хорошая. Вот какая большая. Вот эта уже такая. Да, конечно. Ну вот, по желанию ее и пожарят. Дядя не заточили. Да? Решил так заказать. Ничего не говорят, по крайней мере, не написано. А здесь надо приезжать, деньги заработать. С утра приехал, так кому рыбу поймать? Ценник поставил. Еще в теплачу, хоть бы готов, чтобы дали мне удовольствие. Молодец, это так. В Вологии, в Истоке. Я сейчас езжу на Форене. В Швецию за Форене вот здесь. А лицензия дневная сколько стоит на Форене? Где? Здесь, в Востоке. А можно налить без лицензии. Без лицензии может? Где-то в определенное время, где-то в Яковл, где-то еще лицензия есть. Стоила она на 100-100 крон на 10 евро. На 10-6 евро на день. А так вот что такое, что можно пойти, наличие лоб, плавить, свободно. Ну, нормально. А в Швеции что-то платит? А в Швеции лицензия? Да, там еще очень столько. Там у них коммуны, коммуны, в каждой коммуне свои, как бы плавило. Все эти там стоят от 60 до 60 до 60. От 60 до 60. От 60 до 60. Примерно там 10-7 евро. А количество? К коммуну надо вот найти. К коммуну не дается никак у нас удобно. Да, да, да. Ну, мы тоже так. К коммуну надо знать. Конечно, есть какие-то указатели. Тем не менее, они везде по-разному. Где-то можно 5 лет поймать на лицензии. Где-то можно 10. 5-10. Где-то 10 сантиметров, минимум, где-то 35. Где-то щупу надо обязательно забирать. Где-то что-то больше всего нужно отпускать. О, пускай. Здоровая какая. Ну, щупу они там, я знаю, что они за рыбу не считают. А вы в Швецию куда ездите? В Финляндии, где-то было щупу. А в Финляндии где были? А в Финляндии? А в Фотке. Отличный кейпинг. Отличный отдых. 7 евро стоит на неделю. 7 евро на неделю? Да. А в Финляндии сюда едут? Еще 14. То есть лицензия. 7 евро отдельно платишь за сохрану окружающей среды, за восстановление рыбной запасы. Ага. Они молодцы. Молы с подогревом пошли по телевизору. Все есть, короче. Не надо ничего тащить с собой. От посуды или все? Да, да, да. Если с нас сюда. И там вот это ещик было, то есть у них где-то ещик. Классно. Там не только в Воскресе. Она скоро сюда будет выпрыгивать. Удочку видит уже. Уже сама идет сюда. Плескается прям рядышком. А мы на Лине ездили. 5 линьков поймали. В Арду туда. Да, на пол. На пол. Да, мы поехали. Поехали на недельник. В понедельник еще было 26. Мы ехали туда. Потом вечером все холоднее и холоднее. В палатке спать невозможно. В итоге на следующий день там уже плюс 4 было. На пол. Было 30 как раз градусов жары. Потом резко на 4 упало. Хотели на две ночи тоже. Ну как бы собирались, поехали. Одну ночь приночевали. На второй день уже такие все. Ну нафиг. И дождик пошел. Ну не знаю. На недельки наверное еще. У меня через неделю на работу уже. Наверное на недельки. На недельки. До летки. С берега? 5. С берега? 5. Мелочи вообще не клюют. Там еще кувшинки так сильно не взошли. Ну вытаскивать тяжело. В траву бежит. Тут где-то и стена, там где-то. Вот Арду поворот. Арду проезжаешь и поворот налево. Где полицейская баня? Где полицейская баня? Да. Территория полиции где вот эта. Поделся вот эти баньки. Да. Да. Там еще отстроились, понастроили. Да. 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 Прямо рядом. Территория полиции. Вот здесь вот рядом. Такие места хорошие. В прошлом году в это время тоже ездил. Ну опарыши да ты поймал? Опарыши кукуруза. Сейчас. А слушай. Ну такие как бы небольшие. Около килограмма. Один где-то килограмм на полтора. В прошлом году они большие. Жирные были. В этот год поменьше. Ну мужиков там вообще не было. Этого большого я наверное 5-15 укажу. Он в траву забьется. Рвать неохотно. Ждешь пока он вылезет. Он опять неохотно. Ну что пойдем? Пошли. Ну давайте. Удачи вам. Счастливо. Приятно познакомиться. А ты ты еще стоял живучек. А он заказал себе. Пошел в этот. А все. Все уже. Оголодали. Да. Он не стал уже. Ладно. До свидания. Все доброго. Здесь и такое пиво и домашнее пиво продают вкусное. Пойдем туда. Вот так пройдемся. Там где банька старая была. Сгорела. Которая в 100 лет баньке была. А может восстановили. Кто-то купался. Все места заняты. Все столики заняты. Все до одного. Вот так тоже коляску поставили забронировали. Довольно таки популярное место. Недалеко от Таллина. Мы были в Адоваре Тулик. Это дальше намного. Далеко надо ехать. А это близко, рядышком. Раз на машину сел и все. Здесь надо наклониться по дереву. Такие ступеньки. Не ступеньки, а как мостик. А вот здесь столиков дофига они. Если что отсюда столики вытаскивали. Вот там была банька. Она сгорела в прошлом году. Пепел от нее остался. Как они говорили, ей более 100 лет что ли этой баньке было. Пошли туристы туда мыться. Ваня по черному. Пошли мыться туда туристы. И подожгли ее. Это я не знаю что такое. Что это за рука? Памятник анонистам что ли? Как это еще понять? Здесь интересные такие проходят соревнования. На мечах, борьба. Все это так красиво в национальных костюмах. Вообще здорово. Здесь опять такая вот речушка. Пепелище. Там что-то. Что это такое? Что-то нарисовано там. А, дракон. Пепелище. Вот это вот пепелище это языческий костер. Вокруг него высечены вот эти вот буквы. Вот видите? Сейчас покажу. Скандинавские вот эти вот символы, буквы. Вот. Вот. И это как бы языческий костер для каких-то проведений ритуалов. Я вокруг него обошла просто. Еще. 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 Короче, что его написано. Там солнце светит. Я хочу посмотреть, что на это. Что за дракон? Рисовый. Снимаю прямо на солнце. А сама банька находится, которая сгорела вот там. Вот. Андрюха туда пошел. Пойду посмотрю тоже, что. Вот. Вот. За плетенью. Вот это вот финская банька. Сейчас покажу. Вот это вот финская, короче. Сюда залазишь и моешься, короче, в воде. Там труба, там сзади все дровишко подкидывают. Вот здесь. И, короче, купаешься. Здесь сидит большой бешеный собак. Вот. А вот была вот эта вот банька, которая вот сгорела. Которую туристы подошли. Ничего они не отстроили. А что там внизу? Лавочка какая-то. Лавочка. А кто же здесь? Наверное, как предбаник, что ли, был. Он, наверное, остался. А, нет. Как сарайчик. Там бочка. Спуск к воде. Здесь как бы можно посидеть. А здесь как сарайчик остался, да. Ну, здесь не сидят так. По тропинке по такой. Можно пройти на арену сражений. Птички щебечь в поюте. Такая красота. Просто воздух чистейший. Красиво. Опять вот здесь какие-то знаки вот эти вот стоят. Кто это? Это кто? Птички. Не знаю. Вот какие вот такие вот символы. Опять дерево, символизирующее вот корнями вверх, как бы символизирующее силу этого народа, да, викингов. Здесь в Скандинавии это населяли и ведьминги, и пельты, и колодец пьющий наружу. Я уже где-то писала там в комментариях. Я потом съезжу на этот, на ведьмин колодец. Это такой по вере, типа, когда ведьма купается, начинает бурлить колодец. А он может бурлить и под Рождество, и весной в паводке. Там горная река проходит. Вот. Это слотка брошенная. У нее уже в деревья кусты начали расти. А это что такое? Это тоже что-то типа босиковали. Сюда работников на работу набирали. Это как подсвечник штуки. Свет подается. А здесь проходит вот как раз сражение. Все усыпано щепками. От чего стоит такой еловый аромат, запах. Щепки таких еловых пород. Здесь тоже стояли столики. Там арена для зрителей. Они ставят здесь ставки. Там для VIP-персон такая арена. И это колодец, я так понимаю. Еще один. Здесь шкура. Кого-то уже заколбасили. Они еще шкуру одевали. Такие интересные вообще. Вообще очень интересно, когда проходят вот эти соревнования. Так интересно здесь смотреть. Такой адреналин. Какой футбол, ребят, забудьте. Вот это вот качели, видимо. Их очень много. В обоих мюзеях тоже стоят вот такие вот качели, как национальные качели. Сюда помещаются до десяти здоровенных вот мужиков. Что-то они там вот делают. Катаются они некоторые, скрипят. Но классно катаются. Здесь тоже поставили такую вот подсветку. Везде мусорники. Ну все. Переплетается и в такой стиль. Старый и такой. Еще одна штука стоит. Туда, дальше. Ой, там тоже еще ходить и ходить. Там через лес проходить. Дальше идут домики. Нет, я туда подниматься не хочу. Ну в принципе. Там рикбамы. И вот банка тоже финская. Сейчас я ее поближе покажу. Вот такая вот дверь с шкурой обитая. Ручка такая вот. Прикиньте, да? Ха-ха-ха. И вот такая вот банька здесь. Это финская банька. Там скамеечки. Можно посидеть. Градусник. Температура. И дальше вид вам. Вот вид вам. Там женщина сидит. А там шум слышится. Там дальше дорога трасса. Здесь костер можно разжечь. Пойдем туда сходим. А мы еще одну увидели. А еще одну увидели. Та-ра. Мы опять вышли на арену сражений. Я говорю, здесь лазить и лазить. Здесь какой-то опять монумент. И вот такой вот вид вам. Как шалаш. Ну-ка, что здесь? Ух ты! Как классно! Здесь очаг. Я не знаю, видно, нет? Нет, наверное, не видно. Здесь посередине очаг. И здесь как в доме 2. Вокруг вот такие вот эти самые столбики стоят, сидят. Может здесь дом 2 надо снимать? Там вот лежанка, шкуры висят. Вам, наверное, не видно просто темно. Вот. Ух ты! Вообще сильно, конечно. Лестница вот сюда вот подниматься. Я сейчас поднимусь. А что? Свечка стоит. Все так это самое. Я поднимусь. А что я тут? Не могу, что ли? Вот. А здесь шкуры. Здесь вот лежанка и шкурами вот все уложено. Обалдеть! Вот здесь вот такой вот очаг посередине. Офигеть! Если бы они еще распалили здесь костер, вообще было бы видно все классно. Тут висит полынь, по-моему, трава. Здесь мята сушеная. Обалденно, обалденно вообще. Заходишь сюда и такую силу прям чувствуешь. Офигеть! 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 Класс! Вот. И мы сейчас опять выходим. Попадаем. Здесь такая атмосфера клювая. Ой, люди! Я не могу удержать меня. Опять мы попадаем на арену сражений. Сюда, наверное, раненых, что ли, уносили, а? Что это такое? Нет, там, наверное, какой-то совет, наверное, был. Убить или помиловать. Ха-ха! Вот. Ну, здесь мы были. А, вот они перенесли вот сюда вот этот вот столик. Пошлите там полазим еще туда, в ворота. Они большие такие ворота. Вот вид вам, вид сверху. Там ворота открыты. Там дальше трасса. Видите? Машины ездят. Так не слышно. Рядом с городом вообще. Малым здесь побегать, побеситься. Вон одна козявка уже там побежала. Она по этим по качелям. Она не сможет. Она такая маленькая здесь, чтобы покататься самой. Даже два ребенка, если сядут, они не смогут. Бревнище-то такое. Посмотрите, а. Вот здесь прошла мимо, забыла показать. Эти штуки забыла, как называются. Потом мне ребята написали на фотке. Катапульты они называются. Они тоже для соревнований. Вот. Вот такая вот красота. Вон там викинг один стоит сверху. Видите? Ха-ха! Сейчас к нему полезу. Здесь такие огромные ворота. У меня есть фотографии. Вот представьте, какие. Там я стою. У меня это рост такой, не мелкий, да? И я стою. И какие ворота здоровые. Все, все, все. Дерево, все. Мелкие уже тут викингов играют. С луком. Вот. Это они тут. Они туда выстреляют. Там стрела уже выстрела. Меня не убейте. Опа! Экстрельно. Классно. Это смотровые башни. Для охраны. Для охраны. Для охраны такого двора. Для охраны такого двора. Опять костер. Смотрите, какое дерево интересное, да? Такой корень. Скажите, пожалуйста. Такая конструкция интересная, классная. Оу! Офигеть! Оу! 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 Старше. Старше. Короче, прессует младше. Здесь тоже вот эти вот такие дровишки. Это они стреляют по ним. Вот в такой вот жмых они превратили. То, что стреляют. А, не, не. Они не стреляют. Я видела. Это топоры кидают. Летание топоров. Вот. Это такие соревнования. Вот. Там можно подниматься туда. Что мы сейчас и сделаем. Сейчас вверх посмотрим. Вот так вот. Дети забираются тоже. Туда вот так-так-так-так. Бегут-бегут-бегут. И там горка. Она тоже, кстати. Из дерева, да? Или из чего? Я сейчас посмотрю. Какой-то краской она такая мастикой помазана. Но она такая, это интересная такая структура. Какой-то пластикой. Вот эта вот краска такая. Просто специально такая текстура сделана. Классная. Вот такая вот курочка. Вернемся. Пойдемте наверх. А, Андреич. Мераквили. Снимайте ремонт. Я уже на втором этаже. Здесь вот так. Внизу дети. Здесь тоже все с щепками посыпано. А я сюда. Вон она и каталась. Возвлекушечки. Ну очень интересно. Интересно. Возвлекушечки. Дети, конечно, в восторге. Здесь много места, безопасно. Паркинг там за деревней, нет никаких машин. Отдых просто великолепный. И рыбалка, и отдых. Детей привлекают к природе. С луку стреляют там еще. Это муляж викинга. Мы его видели снизу. Он там второй стоит на башне. А вот эти вот круги, я не знаю, для чего там. Не знаю, для чего они. Тоже какая-то игра. А, вон там тоже видится горка. Тоже такая. А это лук ваш или здесь был? Лук ваш или здесь был? Вот еще одна пришла. Максим, ты хочешь домой? Максим, ты хочешь домой? Максим не хочет домой. Она пить тебе. Пойди сюда. Пойди сюда. Друзья, что она мускай. Да. А? Он пракет. А так по рукам может. Не на уральхи. Вот он. Мы выходим. Здесь надо наклониться под елочкой пройти. И пойдем посмотрим, чем кормят. Чем же тут кормят? Чем тут угощают? Местные работники. Девочки руки моют. То, что я показывала крану. Шашлыком пахнет. Ммм, с форельки таким шашлыком. Такая. Что, пойти посмотреть, чем кормят? В бар. Если там не темно, то получится. Да нет, не темно. Здесь такая шкура лежит. Здесь оберег. А, вот. Такие вот шундуки здоровые. Там свет. А, не падает. Наверное, сверху будет мельнее. Вот такой вот зал. Да, надо было мне отсюда снимать. Красиво, да? Там музыка национальная еще играет. Такой стиль красивый. А в остальных залах просто темно. Просто темно. Там свечи стоят, камин. Очень классно. Такое классное семейное отдых, Пойдем, мы тоже сядем. Пойдем посмотрим, чем тут кормят. Это шестой номер. Здесь номера. Это кто хочет с постояльцев отдохнуть, остаться. Пожалуйста. Там у них сайт есть. Я оставлю сайт. Может, кому-то будет интересно. Я думаю, что это того стоит. Такое селечко. Там еще один зал, там посветлее. А, ну тут банкет, по-моему. Там приготовленный, тут банкет просто. Десерт понесу. Какие камины стоят в каждом зале. Какой-то барашка сидит. Достаток, дождь. Это вот тот большой зал, такой актронный, где здесь кушают люди, катаются дети, ходят девчонки, разная пища. Это на кониках. Это такая огромная-огромная конечка. Красиво, правда? Здорово придумали. Сюда можно приехать и шататься целый день. Вот еще одна. Вот там вот окошки, можно остановиться, не знаю, чего бывает. Терочек поднимается. Здесь он тоже такой вот. Здесь, наверное, рубят что-то, я не пойму, что это такое. Разделывают, наверное, на шашлык. Ручеек. Маленький. О, гадайте, куда пошел Андрей. Конечно же, смотреть там, где форели. Там форель так плескается, она прям с вечками. Вот еще друг какой-то. Уже вечер, зачастую, наверное, шесть в день вечера. Сейчас поедем домой. Маленький. 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 Субтитры делал DimaTorzok Так что приезжайте к нам на отдых Ну вот, послушали вы рассказ про рыбалку Про Швецию, Финляндию и Эстонию Про лицензии И пора выдвигаемся, наверное, домой Спасибо этому дому Поедем к нашему дому Да, поехали Там такие игрушки в окошке интересные Деревянные Шкадиные тоже окошки Такая Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!